На самом деле это же интересный вопрос. Когда искусство, оно сделано как бы людьми, искусственно, можно сказать, искусство, то есть оно укладывается в какие-то формы, это как бы искусственная красота. А здесь есть такой феномен, как естественная красота. Вот как бы то, что естественно само по себе, не людьми создано, но вот оно красиво почему-то, укладывается как бы в какие-то... Ты знаешь, красота природы иногда приводится к аргумент создания мира Богом. Что вот мир создан прекрасным для человека. Насколько я помню, между прочим, что Гегель красоту природы не относил к эстетике, это как бы не эстетика. Вот, так вот это интересно. Эстетика всегда связана с искусственной красотой, то есть просто красоту, которую мы создаем. Ну, понимаешь, мы именно... Нет, по твоей форме должны быть. Мы все равно как эстетики воспринимаем эстетически, хотя не должны, да, но вот мы воспринимаем. А как же вот так вот получается, это интересно, что вот она и есть красота эта? Ну, в природе действительно мы воспринимаем красоту, но у меня такое впечатление, что эта красота есть синоним здоровья или того, что приносит нам... А осень-то приносит нам здоровье, счастье, так вот. Осенью там вот листья летят, все видает, или, допустим, снежная какая-нибудь тундра, а все равно сердце радуется, понимаешь? Ну, Игорь, и как это связано вот именно с тем, что... Ну, трудно сказать, да, что... Согласен, что есть такой феномен, это природная красота, и что я не могу сказать, да? Ой, а помните, это прекрасное возвышенное, возвышенное чего-нибудь прекрасное? Возвышенное, что-то такое... Этическое, этическое, прекрасное, эстетическое. Просто хотела предположить, что может это возвышенное? Просто природная красота, она вызывает не эстетическое удовольствие, она вызывает восторг. Мне кажется, несколько другое, другое чувство. Ну, вот, например, вообще, брать природу, мы говорим, красивый человек. Он же красивый не потому, что вот он взял, что... Ну, бывает так, конечно, что женщина как-то что-то там с собой сделает, как бы, и становится, типа, красивее. Ну, если так условно, вот какой-то человек мы назовем его красивым. Он же ничего с собой не делал, он просто какой есть, такой есть. Но тем не менее он красивый. С другой стороны, допустим, человек без ноги или, там, без руки. Конечно, он может быть в каком-то отношении красивым, но что-то тут не так. То есть в каком-то отношении, говорю, что вот есть в естественной красоте, вот есть ожидание того, что должно быть, что как бы правильно с точки зрения природы, что естественно. Вот не иметь ноги как бы неестественно, и для нас это уже вроде как безобразно. Поэтому я хотел сказать, что это как-то к здоровью относится. Но когда ты видишь дерево, он чего-то к здоровью относится? Не, ну вот ты видишь дерево, и оно растет правильно, как обычно деревья растут. Там у него там сущие не обрезаны, там у него молния не ударила, оно не сожжено. Вот есть некое вот как бы, и как вот естественно деревья растут, да оно красивое. А если дерево, допустим, оно там... Булат, поездя по лесу, подумая об этом, посмотрел на телевизор, ты поймешь, что это неправда. Нет, нет, я как бы, я понимаю, что ты говоришь. Просто можно говорить о том, что есть же поэты французские, да? Ты сразу хочешь как бы философскую мысль, да, что вот здоровье, здоровье. Не, 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 я же на самом деле теперь могу и в обратную сторону сказать, что было такое направление, я уж не помню, как они называются там во Франции, да, где красивым было как бы зло, да, разложение, там какая-то лошадь у дороги лежит, разложятся цветы зла, да, Бадлера. То есть как бы то, как раз, что можем прежде всего против сказать, да, что на самом деле и смерть, и разложение, и как бы там какое-то умирание, да, оно тоже красиво. Да, 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 да. Мне вот тут этой осенью пришла такая у головы мысль. Я не знаю, тебе, наверное, не говорила. Короче, что осенью, ну, короче, так, дема такая, что в природе существует, ну, как будто бы, осенью это понимаешь, как будто бы существует в природе духовное и материальное, ну, как бы это глупо ни звучало. И вот осенью, когда материальное начинает умирать, оно полностью переходит в духовное. То есть такое ощущение, когда смотришь на эти осенние лет, почему вот это кажется красивым? Потому что ты видишь, что как истончается вот эта материя, и как она переходит, как бы, она становится чем-то таким эфирным. В воздухом этим осенним. Да, в духовном переходит в духовность. Ты чувствуешь это? Ты это не чувствуешь? А зимой она полностью, как бы, дух, всё. А потом снова начинает рождаться. Сначала заострим проблемой. И это всё очень мифологично. Проблема состоит в том, что в искусстве, да, который, в принципе, и даже само слово, слово искусственное, да, то, что сделано нами, красивое это то, что мы вложили, да, вот некую форму мы вложили, вот здесь некая форма наша, эйдес назови её, как у Платона, там, или просто форма, да. Мы некий свой эйдес, некий свой замысел вкладываем в материал, да, и преобразуем этот материал в произведение искусства. И она красивая, потому что мы его, эту красоту, условно говоря, вложили. А в природе мы же ничего не вложили. Так вот, но тем не менее. Да, то есть, вот это не наша форма, да? Да, но это парадокс, да. Да, это некая, вот как ты говоришь, одухотворённая вот эта вот форма, которая присутствует, она не наша. Нет, причём вспомнил, вот ты вот говорил, что к кота претензий нет. Потому что они все, как бы, чрезвычайно изящные и красивые. Ну, практически все коты, вот они такие. Потому что всякие там паучки, там, или там червячки, гусеницы, вот, насекомые, они себе противны. Да, они некрасивые, да. Хотя это несправедливо, несправедливо, конечно. Можно что делать, несправедливо, да. Всякие гады присмыкающиеся, они так и называют же гады. Да. Это несправедливо, но тем не менее это так, да, почему-то они вызывают нас. Может быть, некоторые из этих перечисленных видов животных вызывают нас отвращение, потому что они нам мешают жить, там, тараканы какие-нибудь, мыши, мыши. Может быть, если бы они нам бы жить, бы не мешали. Ну, просто там, не знаю, какие-то те же кошачьи, да, если смотреть, там, тигры, львы, леопарды, да, они как бы, когда большие, они тоже опасны, мешают жить, вот. То есть они должны были рассматриваться, как какая-то опасность, но все равно остаются уже красивыми. Одно дело опасность, а другое дело пакость, знаешь, такая спеттишка, какой-нибудь таракан плавающий в супе, знаешь. А я ела суп с тараканом ночью. Ну, кто это не вопрос, все студенты, наверное, раз в жизни хотя бы пробовали. Фу, какая гадость. Ты не жил в общении. Ну, а сначала ты суп съел, а потом понял, что... Ты же не знаешь, что там таракан. Конечно, ты сначала его ешь, а потом понимаешь. Стоит на подоконнике суп с тяжелой крышкой, в кастрюме с тяжелой крышкой. Я не знаю, как тут, что там можно туда попасть. Тяжеленная крышка на кастрюле. Я его разогрела, начала есть. Ужас. Ну, в общем, это не так страшно, как кажется. Нет, это страшно, это ужасно. Ну, почему? Вот так от природы. Ты мясо ешь, ешь там, мясо тоже... Ужасно. Че это? А тут плод тараканом. Ну, вот если действительно вдуматься, в чем красота... Ведь если мы сравним красоту, ту, которую мы вложили в искусстве, и ту красоту, которую мы в природе наблюдаем, и там, и там форма должна быть, правильно? Только тогда речь идет о том, что, как Софья говорит, что это форма в природе, которую мы выявляем как красоту, это указывает нам на Бога, что ли? Ну, типа того. Что это действительно форма... Не мы же ее вложили, но она есть. Да, да, значит, тот ее вложил. Раз это есть и идея некая есть... Я же говорил про Бога, поговорим. Нет, просто у Соловьева есть такая какая-то тема, красота в природе называется. Как раз это один из способов, типа, доказательства быть сия Божьего. Я же говорю, этот документ приводится. Я только не помню, у кого это было. Ну, Соловьева помню, как красота приводится. Ну, наверное, и раньше было, да? Ну, не, ну, наверное, и раньше было. Это же, в принципе, естественная вещь, да? Как бы, если мы усматриваем какое-то явление... Красиво, получилось. ...какой-то феномен, да, то, на самом деле, надо же попытаться объяснить, как это возможно. С другой стороны, это может быть возможно в том способе, что нам нечто ладное, да, какая-то, какого-либо форма, нечто, как бы, обещающее счастье. Вот есть такое определение у Стендаля, которого, и это определение цитирует Ницше, да? Что красота — это обещание счастья. То есть, вот, есть некие формы, да, вот, живой природы, или вообще природы, скажем так, да, которые мы не вложили, но которые нам обещают некую ладность, да, вот, некое счастье. Какой-то пейзаж, допустим, около моря, тёплый ветерой. Это Стендаль, да? Слушай, такая хорошая штука. Обещание счастья. Ну, вот. И вот уже... Ницше противопоставляет это определение, определение у Канта. Кант говорит, что красота — это целесообразность бесцелья. А Ницше говорит, ну, вот сразу чувствуется, что Кант ничего не понимал в искусстве. Потому что любой человек, который в этом понимает, он никогда не поверит в то, что именно такого определения красоты, да? И куда более точным определением является, вот, например, определение Стендаля, что красота — это обещание счастья. И на самом деле, если думаться, действительно, определение такое своеобразное, да, вот, обещание счастья, да, вот это как бы предвосхищение некое счастье, предчувствие его, да, вот такое. И в природе, на самом деле, а может быть, мы так и воспринимаем красоту, да, что вот некая ладность, некоторого рода такая, некая будущность, да, вот мы смотрим в природу, смотримся, и вот там вот как бы видим, что вот... Булат, мне кажется, это хорошее определение, но не так, как ты его объясняешь. Ну, хорошо объясни ты. Ну, то есть объяснения-то нет, собственно, никакого. Просто когда ты смотришь там на эту радулю, например, да, и ты, да, вот и навык обещания счастья, или как, ну, не знаю, самолетный след на небе, вот, а почему обещание счастья, ты не знаешь? Ну, не знаешь, ты его на земле... Ну, это не знаешь, конечно. А я пытаюсь рационализировать, говорить, что может быть в будущем, да. Да нет, 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 нету рационализации здесь никакой. Нету, мне кажется, если есть, я тоже не думала недавно об этом, почему, когда я вижу, но ясно, мне самолетность нет, снег мне страшно хорошо, вот почему, я не знаю. Не, ну, тут можно психоаналитически объяснить, может быть, как-то, что-то в детстве, чем-то связано, да. Помните, там фильм был, когда деревья были большими? Тоже так же, можно сказать, что есть какие-то детские впечатления, да, там, они как бы застревают, и потом, ну, как бы, знаете, ассоциации какие-то в детстве. Да, да, да. В детстве ребенка же постоянно всему радуется, там, да, вот. Все для него открывается с удивительной такой стороны. И потом просто эти впечатления сохраняются на протяжении жизни. И, возможно, как бы, всякий раз, когда вдруг встречается какое-то феноменное явление, он вызывает эту цепочку ассоциаций и уводит в прошлое. И вообще, говоря, здесь же связано, с этим связано представление о рае. Рай же почему-то всегда в прошлом. Чего-чего? Ну, рай всегда в прошлом. Ну, потому что человек так устроен, что вот рай для него это рождение, да, вот до рождения, то есть вот нахождение в отрубе матери это был рай, а как бы вот рождение и то, что после рождения это как бы отрыв от этого рая, да, это вот потеря, потеря рая. И мы как бы стремимся, ну, это чисто психологическое, психоаналитическое объяснение, опять вернуться в это лоно, найти этот рай, ну, как его можно найти? Не вернуться же в лоно опять, невозможно. Например... Ну, как бы это вообще как бы психологически часто у людей, которых с детства было счастливым, они всегда как бы обращены некоторым образом назад, они живут в прошлом. То есть у них будущее никогда ничего не сулит хорошего. Ну, и, во-первых, из опыта мы знаем, что в будущем нас ждет только смерть. Из опыта мы этого не знаем, кстати. Ну, нам рядом люди умирают. Ну, из опыта мы этого не знаем. Ну, это же опыт, и люди умирают, а мы такие же, как они. Другой опыт. Ну, другой опыт, и это не тот опыт, так как, конечно, переживательный, там, личный опыт. Это не личный опыт, но мы можем переносить опыт смерти. А как мы иначе сопереживаем животным? Животные умирают, или люди умирают? Мы же им сопереживаем и понимаем, что это такое. Ты знаешь, вот когда у меня папа умирал, я вообще никогда умерла. Я не поняла. Я не могу... То есть к себе это никогда отнести непонятно. Это не в смысле, что там... То есть я не понимаю, как это может пугать. То есть... Не знаю. То есть это другое. Когда кто-то умирает, это другой опыт. Ты не даешь... Это опыт потери, да? Да, это опыт потери. А не опыт ничто. Ты не опыт смерти. То есть ты не начинаешь сразу думать, что тут еще умрет, и так далее. То есть ты не начинаешь, да, но не потому, что ты встречался со смертью, а почему-то по-другому. Вот. И у тебя нет этого вот опыта смерти, как такового. Скорее уж опыт болезни и, собственно, его бессилие по какой-то там причине, случайно, длительный или не длительный, там, скоротечный. Вот раз там заваляла у меня спина, я лежу без движения, там, не могу встать и так далее. Скорее уж это опыт смерти, или уж скорее сон опыт смерти, чем смерть близкого человека. Мне кажется так. Ну да, может быть, конечно, когда тоже, типа, особая тема, действительно, тема смерти. Это же из разряда того, как говорили эпикурейцы, когда доказывали, что смерти нет. Когда мы живем, смерти нет, поскольку мы живем. А когда уже мы умерли, то у нас уже нет. И смерти никогда получается нет. Никогда мы живем, никогда мы умерли. И тем самым доказывается, что смерти бояться не надо. Бытие есть, но бытие нет. Да. Из этого разряда, да. Но если возвращаться к вопросу о красоте, как можно увидеть в смерти, в разложении красоту? Как вы это понимаете? Я понимаю, конечно, что искусство может найти искусство везде. И когда какой-нибудь художник вкладывает какие-то, скажем так, грубые формы, ну, допустим, искусство абстракционистское какое-нибудь там, рисует просто какое-то безобразие, допустим, но тем не менее это искусство. Я понимаю, что это такое, потому что художник вложил форму, и я не могу заранее эту форму как-то оценивать. Он про это все равно искусство дал. Некая форма вложена. Некий замысел, идея, что-то там в этом есть. А когда я вижу природное уродство, да, какое-нибудь там безобразие, ну, в виде смерти, там, кишки какие-нибудь там. Ну, а что же так красиво есть? Это только искусство? Нет, ну, Бадлер же... Ну, это из Бадлера, это искусство. Что ж, это человек искусства. Самое, что ни на есть, это же декаденство. Нет, ну, он же... Хорошо, когда мы Бадлера читаем, мы наслаждаемся искусством того, как Бадлер сощенил стихотворение. Мы не наслаждались. Нет, ну, короче говоря... А когда, ну, Бадлер же пытается показать, что вот цветы зла, что вот в этом, как бы, разложении самом по себе есть что-то... Он пытается показать, что с точки зрения искусства и искусственности не только красиво представит то, что естественно представит красиво, но и другое может представить красиво. Поэтому естественно красиво все-таки... То есть естественно это не обязательно красиво, так что ли? Нет, наоборот. Да нет, любое естественно красиво. Нет, то, что естественно... Нет, нет. То, что естественно предстает красивым, то, что как бы красиво само по себе, как бы до искусства. Вот так чисто как бы по-человечески, по-обывательски, не знаю. Вот оно такого и есть. А с точки зрения искусства красиво оказывается все. Главное правильно подать. Вот о чём речь. Что это как раз искусство, оно как бы стирает это отличие. Я понимаю, что человек искусства, взирая на всё, что угодно, может во всём, что угодно видеть красоту. Но они возникают именно в истории. — То есть это всё родное импрессионизм. Ты изображаешь своё впечатление. Тебя это впечатлило почему-либо, в этом вырезалось некое родное твоё личное, внутреннее. И оно для тебя красиво не само по себе, потому что в нём красота. А оно красиво, потому что это как-то связано с чем-то твоим. Как в импрессионизме. Суть вопроса не только в том, что изображено, а изображено в определённом роде впечатление. То есть художник в картине изображает не только то, что можно сказать объективно, но и субъективно. — Угу. — То есть в этом смысле что ли цветы злого понимаешь? — Ты не понимаешь? — Совсем. — Не, ну например, это я не знаю, мы читаем «Маркиза де Саде». — А ты читал? — Это искусство. Читал. — Я две страницы прочитала, и меня чуть не стошнило. — Ну там види там красота, а там не про красоту речь идёт. — Ну это как бы, я просто развиваю мысль в другую сторону, что это литература, да, это вроде как искусство. Некого рода форму чему-то, да, там, как бы, придает некоторого рода творец, да, там, в виде там «Маркиза де Саде». — Что это такое? Можно ли назвать это искусством уже с другой стороны? — Можно, именно это как бы можно назвать искусством. Я и говорю, что искусство, оно примерно всё такое вот, как этот «Бадлер» и «Маркиза де Саде». Просто, может быть, в меньшей форме. А есть ещё и естественная красота. Когда крестьяне там идёт, смотрят на поля свои, понимаешь? И он всегда будет восхищаться, как бы, условно говоря, положительными вещами. Он не будет восхищаться разлагающимся трупом. Ложь, ну как ты говоришь про здоровье, примерно, да? Ты прав ведь. — Обещание и счастье. — Да, в другом ключе. Понимаешь, а разлагающийся труп, как бы… — Это никак счастье не обещание. — Какое такое счастье там, да? Здесь есть какой-то вот подвох. Нет, тут ещё присутствует, мне всегда казалось, что искусство, а в нём есть какой-то постоянный вот элемент не состязательности, а элемент как бы вот наизны, что ли, да? Пытаются люди как бы найти что-то новое. Это даже и в науке присутствует. — Извращение, да? — Нет, даже не то извращение, а что все формы искусства, какие существовали, они уже считаются уже чем-то по себе банальным. Типа, да, и вот надо найти некую новую форму, да, и как бы вот этой новой формы заявить нечто небанальное. Даже есть такое выражение – банальное, небанальное, да, так. То есть надо как бы удивить, да, вот искусство пытается удивлять. На самом деле, если думать, что ведь философия тоже пытается удивлять, да? Философия начинается с удивления, как и рисует Игорь. В принципе, выходит новый философ и говорит, вот вы думаете все так, а на самом деле я вот все иначе там типа. И пытается доказывать, что все иначе. То есть тоже своего рода удивление. Или наука, допустим, да? Вот обыватель считает, что там солнце вращается вокруг Земли, а наука уходит. Да вообще-то не так, а по-другому как бы, да? Вот во всем этом проглядывает некоторого рода вот… Нельзя сказать, что поздно, да, а вот некоторого рода попытка что-то новое обнаружить. И вот когда искусство пытается вот новые формы какие-то найти, там, абстракционизм, импрессионизм, там, сюрреализм и прочее, не работает ли здесь вот это вот стремление, да, интуитивное такое, подспудное? Увидеть вот в таких разлагающихся каких-то телах как бы красоту, это просто свое рода эпатаж такой, да, вот поразить, удивить, сказать, что вот мы вот такие. Мы теперь вспоминаем ради этого Бадлера. Я не знаю, хороший ли он поэт, честно говоря, трудно представить. Я просто не понимаю. Но, может быть, если бы он не заявил о себе таким способом, да, там, то, может быть, и никто бы не знал, что он есть. Много же есть других поэтов, может быть, хороших, там, замечательных, да, там, которых никто не вспоминает. А Бадлера обязательно вспоминает. Опять же так же с импрессионизмом или сюрреализмом, там, допустим. А там были же всякого рода, там, кубизм, там, чего там только не было. И каждый раз новое направление, вот эти вот всякие измы, что в философии, что в искусстве, там, там, они постоянно нарождаются и нарождаются. Каждый хочет себе вот такой кусок земли, если так можно выразить в искусстве, там, как бы вырезать, да, вот поставить там эти колышки и назвать ее как-нибудь, там, очередным измом, да. Сейчас даже вот был такой эпизод, какой-то художник, там, у него какое-то свое направление, какой-то очередной изм, и он, чтобы себя о себе как-то заявить, пошел в какую-то там галерею и на какой-то картине расписался, на картине какого-то другого художника. Ну, его поймали и спрашивают, зачем ты это сделал? А он хотел показать, что вот эта вот картина есть одно из произведений его направления искусства, которое он пропагандирует. То есть, когда он как бы расписался, он тем самым как бы сделал то ли одолжение, то ли как бы наоборот. Признание. Да, признание, признал, что вот, вот этот вот художник, он действительно, типа, выдающийся. С его точки зрения. Ну, в этом как бы есть что-то такое. И вообще говоря, вот почему-то ведь искусство в итоге, в итоге, после долгих мутаций, да, перерождается в рекламу, а потом реклама, соответственно, перерождается в искусство, да. Вот есть какая-то, если такая странная мутация, что если посмотреть на современное искусство, они же как бы во многом чем занимаются? Они просто изображают, как-то работают с рекламой, да, с подачей материалов. То есть, как бы поразить, как бы, да, удивить, там, найти новые формы подачи чего-либо. То есть, и искусство нашло свое место прагматическое в этом космосе. Казалось бы, целесообразность без цели, вот нас о чем учил Кант, как бы, но вот это вот почему-то целесообразность без цели в итоге нашла. Вот интересно, кстати, что вот у них там на Западе, да, условно говоря, вот такие имена, как Бадлер, там, Наркезисат, они вроде как значимые, да. Вот, а у нас, есть ли у нас такие, есть ли у нас такие, как бы, нездоровые, так сказать. Почему нездоровые? Нездоровые, вот. Ты сомневаешься? Но при этом, как бы, обладающие, ну, вот таким историческим значением именем. Смотрите, ну, там, всякие там Пушкины, Дремонтовы. Все положительные. Все, короче, да, у нас все положительные, у нас нет таких. Может, у нас воздух здоровый? Ну, вообще-то Достоевский был этим эпилептиком, да. И иногда его... Дело не в том, но он уже, как бы, не пропагандировал все это зло. Да, кстати. Вот в чем дело. Вот. Потому что мазохизм он пропагандировал, на самом деле, когда взяляет на русскую литературу. Он может быть. И иногда пытается понять ее именно как мазохистскую литературу. Вот там, где, как бы, герои все пытаются, там, себя наказать за что-то там. И в этом находят какое-то наслаждение. Ну, может быть. Кстати. Ну, и во многом, как бы, в этом усматривают, ну, через литературу, пытаются понять, в чем состоит русская душа. Да, вот загадка русской души вот именно в этом усматривают. Ну, и в мазохизме, да? Ну, вот это, может, даже если углубляться в эту тему, там, получается так, что, как бы, русская душа, это не женская, как бы, душа. И сравнивается она, например, с мужской душой, которая является немцем, понимаете. И, как бы, немцы полупстворяют, как бы, эту русскую душу, там. Ну, у немцев... Почему-то именно немцы на нашей почве большое имеет значение. У немцев тоже женское, мне кажется. У них, понимаешь, обычно, прежде всего, обращают внимание на тембр и звучание языка. Как бы считается, что немецкий язык – это язык, как бы, солдафонов, да? Это, как бы, вот такой марширующий, такой приказывающий, такой, крепливый язык. Так. Например, итальянцы – это мелодический язык, да? Так, как бы, такой, на первый, там, да? Не знаю, как уж французский язык, я не помню, что там о нем говорят. Вроде как, это язык политиков, да, такой, манерный язык. А... Французский – это язык любви. Язык любви думаешь? Да, да, да. Я вот читаю где-то про то, что какой-то язык, язык чего-то там. Вот про политику не помню, какой там был язык. Английский, наверное. Не помню, правда. Ну, если вдуматься, на самом деле, все эти характеристики, они все равно являются надуманными, да? Потому что... Дело в том, что даже они, может быть, ситуативно надуманными. Вот сегодня так считают, а завтра по-другому. Как с этой рекламой? Давно ли она появилась, что ты так вот связываешь искусство с рекламой? Нет, просто это же была, в свою роду, новая форма бытования искусства, да? Ведь, если искусство пытается... Ведь искусство всегда связано со зрителем, связано с этим, со слушателями, с этой музыкой и прочим. То есть она же не просто... Не искусство тоже для искусства. Ведь можно, конечно, заявлять, что искусство для искусства, но что-то как-то... Если вдуматься, на самом деле, это ведь не так. Искусство хочет быть искусством для всех, да? То есть она вот пытается в широкие массы выйти. Так а как выйти сейчас иначе в широкие массы, кроме как через рекламу? Больше никак. А здания строят вот эти всякие города странные. Зачем это делать? С точки зрения прагматизма. Это чисто только, чтобы вот искусство массы... Прославиться хотят. Ну, понятно. Я же говорю, что вот эта вот новизна, прославиться, вот это вот... Как бы одним словом бы это назвать, да? Что вот стремление как бы выделиться, да? Стремление что-то... Бессовщина, короче. Ну, можно как угодно оценивать это с моральной точки зрения. Важно, что это просто присутствует в человеческом движении, да? Казалось бы, смысл искусства должен был быть изначально в классическом смысле, да? Состоять то, что его искусство должно отражать правильно реальность. Да, вот и как бы есть некая красота, там, красота природы, красота человека, божественная красота, если так можно выразиться, да, и искусство должно отражать эту красоту. И мастерство художника состоит в том, насколько точно он это сделал. И, допустим, если смотрим античные всякого рода произведения, то там указывается, что он нарисовал настолько правдоподобно, допустим, воробьёв, там, или там, дерево, да, что животные подходили и пытались как бы с этого дерева сорвать плоды. То есть настолько правдоподобно нарисовано, да, настолько отразила реальность. Но мы же сейчас не скажем, что наше искусство – это вот искусство, связанное с отражением реальности. Но это только компьютерные игры хватит за это, чтобы они были там прямо вот так прорисованы. А фактически нам теперь нужно некоторое настроение, да, вот как реклама. Реклама, как она у нас пытается задеть? Она пытается создать у нас некое настроение, да, некий стимул хочет нас создать, да, вот как бы. Что-то хочет нам сообщить такое, она же не буквально, нельзя сказать, что она буквалистки пытается нам что-то навязать, она пытается вот как-то раскачать нас. И в некотором смысле искусство, которое понимается не в классическом смысле, да, не как отражение реальности, оно ведь точно так же пытается нас раскачать, сказать, что вы вот уперлись вот в это, что вокруг вас окружает, а на самом деле вот смотрите, как можно видеть это, смотрите, как на это можно смотреть. Давайте я вас, типа, встепну, и посмотрите, допустим, на наше нечто особенное, там, какое-то хитрое небо какое-нибудь желтое, да, там, или что-то еще такое. Какое-нибудь впечатление какое-нибудь, да, там, улица какого-нибудь, там, Парижа, там, как-то, или такой собор нарисованный в какой-то определенном роде освещении, да, как он видится, там, и прочее. То есть искусство должно нас как-то вот удивлять, да, должно нас как-бы вот из этого мира выбрасывать нечто иное, да, давать нам, как бы, учить чему-то нас, если так можно говорить. На самом деле, здесь искусство пытается солидаризироваться с тем, что чему, на что он должен указывать икона. Изначально икона – это, как бы, вот попытка в этом мире указать на нечто, что не принадлежащее этому миру, насколько это вообще возможно, насколько можно в этом мире указать на мир, как бы, вот тот, Вышний, на что-то другое, как бы не отмирное. И искусство тоже пытается это повторить, только уже наслойло. Но вот искусство такое, как икона, оно на самом деле ведь борется с этим порядком. Вот искусство, подражающее миру, искусство, как икона, икона специально намеренно не отражает, она искажает перспективу. Все вот эти угловатости, удлиненности, неестественные позы, это не потому, что люди не умели рисовать, а это все намеренно, это намеренный эффект, впечатление, что не на это надо внимание обращать, не на красоту, не на изображенный персонаж, а что надо как-то что-то по-другому видеть, каким-то умственным взором, как-то куда-то обратиться в нечто другое. Должен призывать некое впечатление, увидеть как бы в общем целиком впечатлительно. Мы, кстати, вступаем в такие сферы, где требуются специфические слова, какие-то надо говорить. Поэтому первым попавшим словам даже трудно придумать, да. Я просто пытаюсь выразить свои впечатления, что бы это такое могло значить. Я помню, когда стала в церковь ходить, ну давно там, на третьем курсе, концертовала. И стала, ну там, смотреть на иконы, где-то там, купать там иконы себе, ну когда стала собирать домашние. Вот, и как меня поразило, какие, что, вот это разделение, о котором ты говорил, что вот красота на иконе, она другая, то есть она как бы некрасивая красота, то есть она некий такой стиль вот иконописный есть особый, и хорошая икона или плохая очень легко определить с первого взгляда, если угадывается там это, как будто шифр какой-то. Как шифр, то есть как написана икона, как вот, как она организована, и как только появляется вот этот пошлый элемент похожести на человека, как только он появляется, какое-то, как, какое-то стремление к реалистичности, он все сразу портит. Ну вот католицизм этим страдает, у него же, вот когда, вот это искусство, Католичество, которое вот пошло на поводу вот этого, все-таки, изображения реальности, да, и потом дошло до того, что стали статуи ставить, да, то есть статуи, это же просто максимум уже реальности, когда уже прямо, там какая-то статуя Богородицы, она в полный рост человеческий, и там все детали воспроизведены, то есть фактически как манекен, да, то есть они это уже, вот то, что ты говоришь, это уже верх как бы пошлосы с точки зрения религиозной, то есть они, это буквалистское прочтение, на самом деле, того, о чем учат религии, а тем самым как бы опашлением. Тут можно, конечно, спорить об этом, но в некотором отношении это одна из главных претензий католичества, что она обмещает вот это вот чувство религиозное. Вот, я из икон видела только одну, которая, икона Спасителя, Спасителя неруготворной, ну, типа на полотенце, да, которая была написана, ну, вполне реалистично, и она вполне иконична. То есть смотришь, и ощущение пошлости не возникает. Ну, и кроме этого единственного исключения, я больше не видела таких икон, которые были бы реалистично одновременно и вызывали бы некое духовное чувство. Могу сказать, что реалистичные иконы, например, Богородицы, бывают настолько эротичные, что даже как-то неудобно. Ну, это католичество. Ну, не только в католичестве, у нас сейчас тоже такие иконы есть. И я такую. Да, и они как бы пытаются достигнуть такой экспрессии. Современные, что ли, иначе? Да, современные иконы. Эти современные иконы, они пытаются, как бы, вот, знаете, как вот раньше магнитофоны продавали, там, лампочки какие-то мигали, да, чтобы вот завлечь, как бы, глаза, да, чтобы вот, как игрушка такая-то такая, да, где много чего есть, там, музыку проигрывает, лампы, всегда эта светомузыка играет, там, еще какие-нибудь, что-то там ездит и прочее, да, много всего, всяких побрякушек, все блестит. Вот так же иконы, надо смотришь на него, эта икона создана только чтобы ее купили. То есть там вот тоже много чего, какие-то, все разноцветное, какие-то там, золотые вкрапления, там, еще какие-то, все блестит, все как-то такое... Это просто прокладка. Да, и такое впечатление, что это все-таки фотография. Такая реалистичность застегнута, что вот, там понятно, что, как бы, элементы иконы присутствуют, но все равно такая реалистичность, что как вот она создает впечатление эротичности. Вот, например, изображено Богородице, я извиняюсь, но, как бы, вот, я не знаю, как такую икону можно купить, и как ее вообще можно иконой назвать. В смысле, там блюдо... Ну, просто настолько там женщина изображена красивая, как бы, ну, вот, все, что можно понять. И эта красота, она не красота вот этого не здешнего мира, она эротическая красота женщины. Вот женщины красиво, допустим, для мужчины, вот она такова. То есть ты, как бы, видишь не Богородицу, а быстро видишь женщину. А ты должен увидеть другое. Да. Ну, кстати, хорошая, хорошая мысль. Про то, почему вообще иконы так пишутся. Особым образом. Ну, это, как бы, старая мысль. Я просто в голову никогда не приходила. Нет, она там перспектива потому искажена, не потому, что мы ее рисовали. Нет, это понятно. Это все обратная там перспектива. Нет, это понятно, да. Просто про то, что почему именно люди так это, как бы, разображаются еще. И что интересно, именно поэтому наше все-таки, вот, православие держится все-таки в правильной линии, да, вот, такого старого, настоящего христианства, что, как бы, хотя бы даже вот в иконах, да, вот это все сохранено. То есть мы не пошли на поводу, да, развивающегося искусство, развивающегося некого рода техники, да, которая бы должна была бы, по идее, нас привести к тому, что как-то в конечестве мы должны были бы ставить реалистические манекены, да, там, храмы. Володь, я согласна, что это хорошо, что мы так не пошли, но просто, мне кажется, теоретически мы не пошли не потому, что мы такие умные, а потому что мы ретрограды, ведь это нас спасло. Нет, здесь на самом деле можно, конечно, в богословие уйти, но тут... Дело в том, что католичество почему-то изначально пытается идти в ногу со временем, то есть оно вот имеет такой вот модернистский элемент. Оно символ веры модернизировало, да, филеопов ставило, там, еще что-то добавило, да, признало небезупречность, а как это, непогрешимость папы, да, то есть оно постоянно вот генерирует какие-то нововведения. Зачем это? Понимаешь, вот религия, в принципе, если это истина, она не может тут постоянно ее быть уточнена. Не потому что богословие не должно развиваться, богословие развиваться должно, но в каком-то отношении вот консерватизм религии, это и есть консерватизм истины. Если истина достигнута, ничего не может вдруг прийти в голову, чтобы еще что-то улучшить. Что улучшать в истине, если истина есть? Поэтому православие как раз именно стоит на месте, потому что она считает, что он достиг истины, да, вот той. Ее надо просто сохранить сквозь время и донести, да, будущее поколение. А католичество, оно держится мнением, на самом деле, которое, как бы, является в то же время и мнением науки, что истина, на самом деле, мы еще не полностью достигли, что вот ее надо еще достигать. Ведь есть наука, есть там какие-то новые, нововведения, есть что-то новое. Вот надо это новое, как бы, внедрять, расширять, как бы, сознание религиозное. И вот то, что они постоянно вот какие-то вот модерновые штуки внедряют, в том числе, я говорю, и начинают с символов веры и кончают тем, как выглядит храм. Это на самом деле не просто так, так как устроено католичество, но именно и стремиться к этому, вот постепенно, постепенно изменяться, да, приспосабливаться к изменяющемуся миру. Мир изменяется, ими изменяется, и католичество. И тем самым оно противоречит истине, потому что оно считает, что истина еще не достигнута. Истина только будет когда-нибудь достигнута. То есть оно у тебя свое движение, потому что если мы достигли истины, мы никуда уже не движемся. Мы же просто ее сохраняем. Но это, мне кажется, фундаментальное различие. И поэтому православие ретроградно, и кажется, оно такое, законсервирует, это не хочет меняться, да, там. И кажется, что это плохо. Но на самом деле в этом есть некоторый род правды. Нельзя уже ничего прибавить, ни ума. Нельзя, если оно консервирует именно правду, истину, и оно пытается сохранить. Если оно просто пытается сохранить некий порядок вещей, который как-то когда-то сложился, понимаешь, православие, естественно, считает, что оно истину стяжало, и теперь оно пытается сохранить. То есть можно изменить перспективу, можно увидеть, что католичество тоже в своем роде лучше, потому что оно, по крайней мере, имеет шанс, даже заблуждаясь когда-то, путем под долгого-долгого-долгого, может быть, в бесконечном пути, как-то к истине приближаться. Оно открыто к этим изменениям. А если уж наше православие ошиблось, то католичество может приближаться, а если уж ошиблась, то такое будет. Это просто разное понимание того, что такое религиозность. Я на самом деле согласен. Может быть, в христианстве в виде православия – это ошибка. И эта ошибка законсервирована, и теперь уже ничего сделать нельзя, только можно рухнуть полностью. Просто православие рухнет все целиком. Если оно когда-то, может быть, от нашей силы, если оно не истинно – это предпосылка. Зато католичество, пусть оно было не истинным, оно когда-нибудь в твоей логике достигнет истины. Это так. С одной стороны. Но в тех материях, о которых мы обсуждаем, ведь речь идет о том, что это некое боджественное откровение. Ну как Бог мог так вот в своем откровении ошибиться? Бог не мог. Могли ошибиться только мы. А мы не могли ошибиться, потому что мы зафиксировали это откровение под руководством Бога. Ведь все эти соборы, все, что в христианстве осуществлено, все это имеет соборный характер. Это не какие-то отдельные люди, отдельные мыслители какие-то там. Это как бы вот все православие, как общество, в виде лучших представителей. Но присутствует на соборе, где присутствовал и Дух Святой. Они этого достигли. Поэтому мыслить о том, что православие могло ошибаться, это означает не что иное, как считать, что Бога нет. Вот что тут логика. Это иначе сомневаться, на самом деле, в том, что Бог... Молод бальзам на моем душе. Что Бог мог в откровении своем ошибиться. То есть он мог его нам не донести. А решимость Папа тоже на соборе избиралась? Тоже как бы Бог присутствовал? А почему? Не на всемирном соборе. Не на всемирном уже. Это же локальный поместный собор. Это не вселенский собор же. Это поместный. Но православие уже больше вселенский не собирает. Не собирает. Вселенский собор они были. И не может. Были раньше и все. А ну и не может собрать. Без католиков никак нельзя. Да. Но это уже как бы частные вопросы. Важно, что именно православие считает, что он обладает истиной. И некуда ей устремляться. Надо просто в этой истине оставаться и все. А католики и протестанты и прочее, они считают, что можно совершенствоваться в этой истине. И куда-то там еще двигаться. Куда-то там можно двигаться. Непонятно. И отсюда вот эти вот все модерновности. Все вот эти нововведения. Отсюда же вот стремление что-то изменить. Это в интерьере церкви изменить. Отсюда же красивые всякие рода хоралы, мессы и прочее. То есть все это как бы способы что-то улучшить, усовершенствовать, где что-то можно сделать. Насчет хоралов и мессы. У нас же тоже есть, скажем так, искусство центра церковного пения. Многим не нравится. Говорят как раз, что это стало как искусство. То есть это уже перестало быть молитвой. Те безнабения, которые изначально должны были быть молитвенными, они превратились в искусство. И это правда? Это очень красиво. Дело в том, что по этому поводу, например, Осип Алексеевич, профессор Московской духовной академии в семинаре, как раз и говорит, что в этом отношении мы тоже идем в ногу с католицизмом. То есть это тоже вот эти новые веяния у нас тоже имеют значение. То есть это называется его прелестью. Когда мы наслаждаемся какого-то всякого рода песнопениями, видом в храме, красивым, торжественностью богослужения, красотой облачения священника, это все прелесть. Потому что все должно было в храме, и все богослужение должно только об одном говорить. Напоминать, на самом деле, о жизни вечной, и служить какого спасениям. А если это все отвлекает, то все это отвлечение. Потому что это все отвлечение, и то, что через запятую, что это развлечение. То есть мы пришли в храм, давайте тут развлекемся. Ну скучно же стоять молиться, давайте как бы тут развлекало устроим, попоем и прочее. Ну, тут просто что надо сказать. Да, иногда даже ловишь себя на мысли, что, а вот мне не видно, да, мне не видно. Вперед стоять. Нет, ну надо признать, что действительно песнопение и православие тоже красиво. Не знаю, насколько, вообще говоря, вот красота, вот эта внешняя, да, насколько она противоречит красоте внутренней, да, вот. Насколько, как бы, вот цель спасения противоречит красоте природы. Можно ли так поставить проблему? Вот мы заходим в храм, да, и храм через свои иконы, через богослужение, через всякого рода символа указывает нам на некую вечную жизнь, да, она некая потусторонняя. И выходим на природу, и как бы тоже, ведь природа тоже храм, да. И вот красота природы нам на что указывает? Обещание счастья, обещание счастья в этой жизни или что? Противоречие это или нет? Нет, не противоречие, потому что, понимаешь, природа, как созданная Богом, то есть первобытная, первозданная до сих пор, как первый день творения, так и сейчас, она такая же первобытная, первозданная. И согласно канонам, да, православным, как бы не исчезнет эта материя, да, она переродится. То есть она как бы, она как безгрешная, она тебе говорит о том, что там будет ещё прекрасней. Это я понимаю. Это тоже обещание счастья, но и не здешнего, а одновременно здешнего. А как, почему же тогда вот, как говоришь, что... Это уже интерпретация, что не здешнего, потому что вот смотришь и думаешь, ой, как хорошо же здесь вот это мартене в лесу, и вот здесь и сейчас, так красиво. Мне просто тут проблема в том, что согласно, если читать послания апостолов, то они рассматривали, что мир лежит возле, что мир как бы подчинёт князю дьяву, там, дьяву, так далее. Я тебе хочу, из-за послания Павла, найти это место про то, что вот мы там не... Господи, как там? Мы не совлечься хотим, но облечься. То есть мы хотим, чтобы вот этот вот всё материально, вот всё, вот весь этот мир, он не погиб, но преобразился. Я понимаю. Просто сам факт состоит, что когда эту красоту мы наблюдаем в природе, не является ли это соблазном, наоборот? Нет. Соблазном чего? Ну, в том смысле, соблазном, как об этом Христос говорит, да, не соблазняйтесь, да? То есть, скажем так, вот есть правильный путь, идёшь по правильному пути, и соблазнение, мне понимается, что ты их свернула там, это, не туда, как бы там, ошиблась путём. То есть не соблазняйтесь, имей следую, не ошибайтесь, да, не совращайтесь с правильным пути. А как бы тебе Бог создал то, что тебя совращают? А откуда ты знаешь, например, монах скажет, что красота женщины – это от дьявола? Да. Разве не так? Ну, мне не сказали, что от дьявола. Ну, прям от дьявола. Нет, он сказал. А вы когда-нибудь замечали, на самом деле, что дьявол всегда красив? Просто труп. Ну, иногда чертей, конечно, рисуют, рисуют, но вообще говоря, в каноне, вот, дьявол, он, на самом деле, столь же красив, как и Христос. Ну, там не так, там просто Люцифер… Почти, я неправильно говорю, а Тихрист, надо так говорить. Люцифер был самым, господи, не то чтобы высшим ангелом, ну, короче, это был дух высокого порядка. Это несущий же свет, Люцифер, буквально. Ну, как бы, даже если не все-таки в мифологию не скатываться, но в некотором отношении, вот, красота этого мира, красота женщины, да, во всем этом видится инфернально. Почему? Потому что красота женщины совращает с пути истинного мужчин, ну, прежде всего, самых таких отчаянных, типа, в виде монахов. Как бы, ну, для христианства образцом праведной жизни, и, конечно же, не миряне являются, а какие-нибудь, там, отшельники, монахи, там. И, ну, и, опять же, если вспомнить Афон, на Афон, вообще-то, женщинам запрещено туда отступать, да. И не просто так, да. И вообще, я могу сказать, что многие священники и многие богословы высказываются в том смысле, что женщина, в принципе, как бы дьявольское создание. Чего, господи? Ну, через женщин, как бы, человеческий род совратился. Это, мне кажется, такое извращение, так считать. Ну, я понимаю. Столько это не канонично. Но оно не канонично, может быть, а, может, и канонично даже. Но в каком-то отношении есть что-то в женщине дьявольское. Причем, как бы, один священник даже так выразился как-то, что женщины, ну, как-то, что-то типа как скоты, понимаешь? То есть они... Господи, ты кого слушаешь-то? Ну, есть. Просто суть в чем вопрос? Почему как скоты? Не потому, что они плохие, а потому, что они не могут противостоять своей природе внутренней. Вот как скоты не могут, на самом деле, противостоять природе своей. Потому, что они называют их скотами. Не потому, что они плохие. Не могут, могут. То есть мужчина, например, может... Да и женщина может. Не, мужчина может противостоять своим влечениям. Да и женщина может. А женщина не может, нет? Да могут. Нет, вот не может. Вот есть такая вот версия, и священники это подтверждают. Это, на самом деле, обнаруживается в исповеди. И, на самом деле, все возможные извращения, какие только можно придумать, как бы, всякого рода там отклонения, совершенно немыслимые, да? Все случается только с женщиной. Чё? Ты с мужчинами никогда не случается? Нет, 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 с мужчинами случается. Но именно, как бы, мужчинами случается, потому что рядом такие женщины. Нет, потому что рядом такие женщины. Я думаю, что все женщины на лотэ. Ну, скажем так, если уже совсем уже говорить прямую, да, хотя это как бы разговор такой странный получается, что все зло в мире от женщин. Хотя, конечно, это смешное выражение, естественно. Но, так вот, я к чему просто вел? Я вел к тому, что вот красота вот эта наша, да, природная, которая противостоит красоте нездешнего мира, да, вот вышнего какого-то, горнего мира, и считается церковь, например, да, привнесение церковь такой красоты считается прелестью. Все-таки здесь противоречие между ними, или все-таки можно согласовать? Так, с другой стороны, ведь все это вот, вся природа, это же творение Божие, и мы, как ты правильно говоришь, Павел же сказал, что мы через эти творения постигаем величие Бога, да. То есть мы через творение можем понять, что Бог существует и прочее. У христианства есть вот это двоение, понимаете? С одной стороны, христианство хочет утвердить, что вот красота мира есть не что иное, как проявление в нем божественного, а с другой стороны, она как бы сомневается, на самом деле. А не происходит ли эта красота мира не от Бога? А может, это красота мира наоборот? Соблазняющая красота, да, совращающая из нас все сомневаются. Оно не сомневается и не двоение, но просто дело в том, что через красоту, созданную первозданную, используясь и ею, ну, как бы дьявол там свои движки осуществляет. То есть есть красота, да, которая создана не для того, чтобы... ей соблазнять, да? А он ее соблазняет. Нет, ну просто... У него же нет ничего своего дьявола, он же всегда чем-то пользуется. Вы говорили же о том, что обещание счастья. Не получается ли, что обещание счастья в психоаналитическом смысле это вот обещание своего рода там утех, там удовольствие, наслаждение. А христианство очень стыдится всякого рода наслаждения. И все, что связано с наслаждением, с удовольствием, оно сразу придает анафеме, да, что этот путь всегда считается неправильным. То есть христианство видит, правильный путь через страдание. То есть путь через страдания. Если ты страдаешь, это путь правильный. И чем больше ты страдаешь, тем путь более правильный. А если ты встал на путь, и этот путь легок такой, если он такой приятен, приносит усладу, то это путь неверный. Не так все однозначно, потому что христиан в православии говорит, что грех, он приносит страдания душе. И то, что ты говоришь, вот удовольствие, но если в этом удовольствии есть грех, то он все равно душу ранит, и рано или поздно она страдает. Нет, я бы сказал так, что в христианстве есть такой искус интересный, что любое наслаждение, любое удовольствие чревато, чревоточинкой вот этой. Потому что человек таков, природа, его нынешнее состояние таково, что он возьмет это удовольствие, и не один раз его возьмет. Он начнет, как кнопочку, как подопытное животное, кнопочку нажимает, начнет бесконечно, и все. Он вот поесть это удовольствие, а он его там поедет, и еще больше комменов нет. Кстати, между прочим, строгие монахи, они же даже сахар не едят, потому что если есть сахар, это поблажка. Это своего рода уступка миру, потому что... А, вот в чем смысл-то главный, что удовольствие это уступка миру. Если ты в этом мире чему-то наслаждаешься, если какая-то услада в этом мире, это означает, что ты как бы тем самым предал тот мир, неной. Тот порядок вещей, божественный. Вот как Павел говорил, что я мир не распелся, а мир не распелся, и я мир. Поэтому и через страдания, потому что как бы путь к тому миру, путь к божественному, он лежит через иное измерение, мы об этом говорили, и как бы через страдания, а не через удовольствие. Потому что этот мир, и красота этого мира, она обещает счастье, все-таки обещает удовольствие. Что такое счастье? В конце концов, это удовольствие. А вот красота того мира, да, нездешнего, да, вот, она все-таки чревата страданиями. Поэтому обязательно она, жизнь христианина обязательно связана со страданиями. Если ты не страдаешь, значит Бог о тебе забыл. Есть даже такая какая-то ходячая притча, да, что если как бы христиане не чувствуют на себе вот этот лай божественную в виде того, что как бы, вот, к тебе не случаются какие-то случаи, там, и он живет хорошо, безбедно, и заботы у него никаких нет, то значит, как бы он Бога оставлен. Вот есть такая дилемма странная. Бог забыл его как-то, за что? Не Бог его забыл, а он как бы от Бога отстранился, ну, значит, что же Бога оставлен? Бог же не может отвернуться, вот как солнце светит, мы только можем от Бога отвернуться. Он Бога оставлен в том смысле, что Он оставил Бога. Ну, вот мы так как-то скатились, да, ну, просто в христианство как-то кривым взглядом смотрит на эту красоту, оно что-то косит постоянно, оно, конечно, видит, что эта красота может быть отражением божественной красоты, но, тем не менее, сомневается как-то и косит, потому что вот это, да, это вот... Ну, осторожно просто. Да, очень осторожно. Причем это проглядывается, допустим, в видении. Если, допустим, тебе привидится ангел или там даже сам Иисус Христос, Иисус Христос придет, все святые учат, что нельзя верить. Неважно, на самом деле, или на самом деле Иисус Христос пришел, или ангел. Нельзя этому верить и доверять, как бы, нужно от этого обращаться. И даже так. А как же, если он придет Иисус Христос, а ты отзвращаешься от этого? Разберется, он с этим разберется. Потому что это всегда соблазн, рассматривается это всегда с точки зрения соблазна. А почему так рассматриваешься? Потому что этот мир во власти находится, князь. Потому что если тебе пришел Бог, и ты отвернулся, потому что боишься соблазниться, он не обидится, он даст тебе это. Разберется, короче, с тобой сам. А ты отворачиваешься, а он как бы не считает, а ты дальше отворачиваешься. Тебя не учили? Не учили. Знаете, что самое любопытное есть? С этой точки зрения смотреть, всякого рода вдохновения, всякого рода прозрения, поэтов, музыкантов и прочего, всегда рассматриваются как... Никого, да? Тоже это? Да, рассматриваются как имя инспирация демонская. То есть только демоны... Не Бог же к нему явился, чтобы ему дать... А как же благодать? Благодать снизошла? Считаешь, что человек сочиняет стихотворение, чтобы подчиславиться, и в этом проявляется благодать? Почему? Он не понимает, что будет так. Но он же... Благодать Бога. ...человек занимается искусством ради чего? Если он должен молиться, поститься там, и как бы к Богу устремляться, а он занимается... Какими благодатью исходят? Как это называются дела такие? Чертные дела-то как это? Суета. Суетными делами занимается стихотворение, стишки какие-то сочиняет, музыку пишет. Потому что все суетные. Ну, слава... Ведь даже когда... Вот смотри, даже когда иконописец рисует икону... Ведь перед тем, как нарисовать икону, он там долгое время постится, молится, как бы замаливает грехи и прочее. То есть это на самом деле не искусство в нашем понимании, да, это не просто там развлечение. Это на самом деле, как бы, с точки зрения православия, огромный труд и подвиг. Почему иконы так ценятся? Потому что их пишет подвижник, который, ну, действительно находится в инспирации и божественной. Но для этого требует определенное состояние. Сначала он достигает этого состояния, и уже находясь в этом состоянии. Причем это обычно связано с большим аскетизмом. Только тогда он может на самом деле вот это божественное, вот это вот иное, иной мир как бы изобразить. А что делает наш поэт? Он славно пьет где-нибудь там это пиво там в кабачке, там типа, да, и там перед друзьями там что-то там сочиняет, там рассказывает. То есть он на самом деле просто занимается суетным делом, чей славец. И что, ребят, это инспирация, не что-либо как демонская инспирация. Все поэты такие. Нет, дело в том, что это в принципе является архетипом. Если вы посмотрите все исследования по этому поводу, да, всякий раз, когда пытаются понять, например, являлся ли, например, Блок в последние годы жизни, вот когда он поэму 12 написал, в инспирации демонской. Потому что то, что он написал там, то это, она, вот эта поэма 12, ну вы все считали, наверное, она же отличается особой какой-то таким похабностью и цинизмом, да, такой какой-то вот, даже почти не поэзией, а какой-то карбацкой какой-то такой вот разудалостью, если так можно выразиться. Эхма, эхма, они там, что-то там, как бы там, какие-то такие стишки, и какие-то такие, знаешь, даже, когда я первый раз считал, я даже не верил, что это Блок написал. И вот есть исследования, что указывается, что просто вот это бесовщина, и недаром потом, после этого произведения он ничего какой-то, по-моему, написал после 12, и больше он ничего не писал. Так же говорится, например, о Соловьеве. Вот Соловьев, он всю жизнь искал Софию, да, там, как бы божественную мудрость. Софию, да. Софию, да, и под определенного рода инспирациями даже однажды бросил все, или во фраке, там, в белом рубашке и прочее, там, он сел на корабль и отправился в Египет. Его София позвала. Ну, то есть, и в каких-то других вещах, там, в жизненных обстоятельствах и прочих, как бы усматривается тоже вот именно демонское влияние, да. У меня голоса какие-то там слышала очень. То есть, если вдруг посмотреть, то вот христианство смотрит на всю эту красоту, в кавычках, да, искусственную, смотрит как на бесовщину. Христианство смотрит на тебя как на демотиватора. Как на беса. И как на бесовщину, да. Нет, просто я все к чему веду, я веду к тому, что, кстати, красота мира, да, и красота искусства, и смысл христианства, да, и его указания на потусторонний мир, они противоречат друг другу. И поэтому нельзя сказать, что икона красива, как ты, Софья, вырезалась. Мне кажется, она говорит как-то поиначе. Понятное дело, что здесь речь идет по-другому. Ну, какое-то такое мы найдем. Возвышено. Вот так. Ну, вот я как раз хотел сказать, предложить. Может быть, возвышено, действительно, или что-то в этом роде. Потому что тут же есть этическая, это, как сказать, вертикаль. Но она красива как бы не эстетически, а как бы этически. А красота мира, с точки зрения крестьянства, она вот поражена болезнью вот этой, да, что она все-таки красота какая-то ненастоящая, какая-то обманчивая. И тут еще, знаете, есть другая, как бы, тема такая тоже любопытная, ее можно отследить. Она связана с тем, что вот есть понятие, да, вот допустим, понятие, там, идеи, там, да, эйдос, форма есть, да. И формы, они вечные, да, потому что они находятся вне материи, как бы, да, и они вечные. Что с ними может сделать? Что же может сделать с идеями? А есть материальный мир, да, вечно изменяющийся, в некоторых потоке движений. И вот эта вот материальная красота, вот эта вот красота природы, она на самом деле мимолетна. Да, как бы, эту красоту можно и с пахами прислать туда бульдозер-трактор, и там все, там, допустим, пейзаж какой-то просто изувечек, да. Да, и в этом вот мимолетности, да, вот в этой, как бы, конечности, этой красоты, как бы, присутствует вот этот вот изъян. А вот в вечной красоте, вот в красоте божественной, вот это, там есть красота вот этого понятия, да, та самая красота идеи, которая никогда не поблекнет, никакие туда трактора не пришлют, и ничего там невозможно сделать. Да, вот она вечна, да, уже в самом, находясь просто в понятии, в некого рода идеи, да, мы будем в ней, в этом пребываем, мы можем пребывать в этой идее в вечной. Так вот, здесь еще и этот изъян есть. Я не говорю, что идея красива, но какая-то вот странность присутствует. Мы выбираем нечто вечное, когда мы выбираем Бога, но это вечное выражается и в том смысле, что мы настаиваем на понятии, да, и говорим, что вот эта вот материальная, пребывающая, там, женская красота предлагает. А подумай, например, монах, знаете, как учат отвращаться от женщин? А представь себе ее через шестьдесят лет. Или там, когда ее черви едят. Да, или когда ее черви едят. И как бы сразу, как бы, человек приходит немножко в себе. Трогательность приходящей красоты, она в том стоит, что вот она мимолет, ну вот сейчас она ездит. Да, но для христианства это не трогательность, это как бы вот черевоточина, что вот это вот все, все это изнутри как бы черевиво, да? Но черевиво уже как в потенциале изначально. Женщина, она молодая, но она изначально уже в червях вся, понимаешь? Изначально труд. Да, но мне кажется, даже когда она в червях, она еще по-прежнему вот хранит себе ту мимолетную красоту, которая была. И заметьте, заметьте. И наоборот, нет. И поэтому придумали понятие духовной красоты. Да. Потому что женщина, конечно, телесно уже там обрюзнет, и станет как бы немощной, там, как бы больной и прочее, но ее духовная красота будет пребывать с ней в вещи. Вот мне кажется, если на землю нападут и наплоктяне, которые будут легко растворимы в воде, то это может будет как оружие раздаваться, и они будут ходить и прыскивать. А особо продвинутые будут со шланговым прижать и там поливать, они будут растворяться. А брат-то смотрит? Чего? Брат-брат старший смотрит. А, да? Ну вот они записывают. Иди и так, иди и по оружию. Я тебе хочу сказать, что я... Антон хочет этим сказать, что он не с нами. Типа он тут случайно. Это они тут про христианство говорят, а я тут просто ныжу. А я думаю право против инопланетян. Это такая психологическая защита такая. Ребята там на той стороне. Я не с вами. Я не с ними. Я с вами. Ты уже за пятна. Нет, нет, нет. Ты не так. На самом деле всего есть оборотная сторона. Инопланетяне смотрят нашу передачу. Значит, смотрят и говорят, а так, это его надо убрать первым. Понимаешь? Эти-то ладно, они философства. Я просто к чему говорю, что на самом деле, как ни крути, вот христианство невозможно обойти. Вот обсуждая любую философию, я уже давно заметил на самом деле, как бы я... Скорее всего. Если бы я пытался, допустим, всяческий раз избежать разговора о Боге, о христианстве, я просто нивелировал бы тему. То есть тема всякий раз была бы не раскрыта. Это не потому, что христианство... Потому что ну прольешь. Не потому, что христианство как бы нечто особенное, а просто потому, что оно само находится в средоточии, и то, что оно выражает, оно существенно. Оно выражает определенную позицию, которую невозможно не высказывать. Так что все вот эти вот наши отклонения, якобы отклонения на христианство, это на самом деле неизвежный разговор. Если мы посмотрим искусство, да, наше европейское, то оно, наверное, 90% будет христианство, если не больше. И это не просто так. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...